Привет-привет всем любителям фигурного катания! Вы снова по-прежнему на канале Галины Владимировны, и мы по-прежнему готовимся к судейским семинарам и экзаменам. Тема сегодняшнего ролика, скорее всего, перекликается с одной из тем, которые были в мае месяце, а именно требования к программам одиночного и парного катания на сезон 24-25. 59-й конгресс ИСУ подошел к концу. Федерация фигурного катания на коньках России решила следовать требованиям ИСУ и опубликовала соответствующий документ на своем сайте, а именно требования к элементам короткой и произвольной программы одиночного и парного катания в сезоне 24-25. Одиночное катание – короткая программа. Мужчины – взрослые. Здесь, забегая вперед, никаких изменений нет. Двойной или тройной аксель, тройной или четверной прыжок. Обратите внимание, что не в 3 или 4 оборота, а именно тройной или четверной прыжок. То есть четверной аксель Малинина как сольный прыжок в короткой программе в прошлом сезоне исполнять действительно можно. Обязательный каскад из двух прыжков, состоящий из двойного и тройного, или двух тройных прыжков, или из четверного с двойным или тройным прыжком. Три вращения. Прыжок во вращение. Либело или волчок только с одной смены ноги. Комбинация вращения только с одной смены ноги. А также дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. Обратите внимание, что позиция в прыжке во вращение должна быть отлично от позиции, исполняемой во вращении под пунктом Е. То есть если мы выполняем либело со смены ноги, то прыжок в либело как прыжок во вращение уже исполнять нельзя. Женщины-взрослые. Приблизительно все то же самое. Двойной или тройной аксель. Тройной прыжок. Каскад 2-3-3-2 или 3-3. Прыжок во вращение. Вращение в заклоне назад или в сторону. Или вращение волчки-либели без смены ноги. Опять-таки прыжок во вращение. Позиция отличается от вращения в пункте Е. Комбинация вращений только с одной смены ноги. И дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда. Юниоры. Здесь стандартная ротация элементов. Двойной или тройной аксель. Двойной или тройной флип. Каскад 2-3-3-2 или 3-3 у мужчин. Обратите внимание, что у юниорок разрешен каскад из двух двойных прыжков. Прыжок в либело. Волчок только с одной смены ноги у мальчиков. Вращение в заклоне назад или в сторону. Или вращение волчки без смены ноги у девочек. А также комбинация вращений только с одной смены ноги. И одна дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда, как у юниоров, так и юниорок. Если вам интересно ознакомиться с документом ИСУ, открываем к именике 2655. Правило 611, параграф 3. Юниорская короткая программа. Здесь абсолютно все то же самое, что мы только что видели в российском документе. Идем в парное катание. Короткая программа взрослых. Любая поддержка группы 4. Двойная и тройная подкрутка. Двойной и тройной выброс. Сольный двойной и тройной прыжок. Комбинация раздельных, а ниже параллельные вращения только с одной смены ноги. Тодос назад-наружу. И дорожка шагов. У юниоров также четвертая группа поддержки. Выброс двойной или тройной, но только сальхов. Двойной флип или двойной аксель. И тодос назад-наружу. В ИСУшном документе на этот сезон все абсолютно то же самое. Произвольные программы одиночников. Если вы хотите найти требования к хорошо сбалансированной произвольной программе одиночников в документе ИСУ, нужно немножко постараться. Открываем руководство для технических бригад и смотрим конкретно по каждому элементу. Дорожки шагов. Хорошо сбалансированная программа произвольного катания взрослых должна включать одну дорожку шагов. Дорожка шагов не включается в произвольное катание юниоров. Хореографические последовательности. Хореографическая последовательность включена в произвольное катание взрослых и юниоров. Вращение. Хорошо сбалансированная произвольная программа мужчин, женщин, юноши и девушек включает максимум три вращения. Одно из которых комбинация вращений, другое прыжок у вращения или вращения с заходом прыжком, и третье вращение в одной позиции. Вращения должны иметь требуемое минимальное количество оборотов, как в короткой, так и в произвольной программе. Ну и наконец прыжковые элементы. Хорошо сбалансированная произвольная программа должна содержать семь прыжковых элементов для мужчин, юноши и женщин и девушек, один из которых должен быть прыжком типа аксель. В произвольной программе может быть не более трех каскадов или двух каскадов и одной комбинации прыжков. Один каскад или одна комбинация может включать не более трех прыжков, два других – не более двух прыжков. В России этот документ немножко систематизировали и сделали отдельный раздел. Хорошо сбалансированная произвольная программа взрослых должна содержать то, что как раз мы увидели в документе ИСУ. Также отдельная строчка для женщин, юниоров и юниорок. По поводу парного катания также можно открыть руководство для технических бригад парного катания и найти все эти же требования. Или же открыть российский документ и увидеть, что произвольная программа взрослых включает максимум три поддержки, не все из одной группы, с полным выпрямлением занятой руки. Максимум одну подкрутку, два различных выброса, один параллельный прыжок, один каскад или комбинацию прыжков, комбинацию парных вращений, максимум один Тодос, отличный от Тодоса в короткой программе и максимум одну хореографическую последовательность. У юниоров, как и было, две поддержки, одна подкрутка, два выброса, один параллельный прыжок, один каскад или комбинация прыжков, одна комбинация парных вращений, максимум один Тодос, в том числе Тодос, как в короткой программе, и одну хореографическую последовательность. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, готовьтесь к экзаменам и семинарам вместе с нами. До новых встреч, пока-пока!